всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами ягелов асадзе и сегодня у нас будет разговор с человеком которого не нужно вам представлять потому что это сам матвей конопольский приветствую спасибо за теплые слова да сам лично матвей ну что есть три страны но я как человек который тебя знает и знает на мой взгляд очень неплохо даже претендует на то чтобы называться твоим другом есть три страны значит которые тебе очень хорошо известны в которых которые есть наверняка может быть еще какие-нибудь может быть страны есть но вот три я точно знаю что и которые наверное тебе не безразличны это уж точно само собой это украина твоя страна я абсолютно уверен что это грузия наша страна ну и россия в которой ты очень долго жил и тоже ехать очень хорошо знаешь поэтому от даже не от простого к сложному просто вот так вот поэтапно хотелось бы поговорить с тобой про твое восприятие всех этих трех стран ну начнем с украины начнем с украины понятно что война понятно что в этой войне все так или иначе принимают участие очень сильно понятно что это очень тяжело потому что украинцы больше не могут и вот поэтому вот уже неплохо бы заключить перемирие остановить войну и так далее меня больше всего поражает когда мне говорят гела ну вот ты что-то говоришь по этому поводу но ведь там люди убирают что-то нет ну есть такое такая украинская ну не знаю поговорка она звучит так ибо хочешь мусишь то есть разве хочешь вынужден разве хочешь должен поэтому идет война устали до устали а кто не устал хотят закончить войну все все даже вот как выясняется владимир путин тоже есть такое здесь очень много фейков тут все время мне приходят всякие разные сообщения каких-то предложениях not колокольцев например летал соединенные штаты америки но вот известно что он привез некоторые довольно ну я бы так сказал вменяемые предложения по поводу мира там даже есть такое интересное условие трудно даже себе представить такое о двойном администрирование крыма то есть и российской и украинской стороны но это абсурд как так возможно я себе не представляю но железное одно условие никакого нато более того отказ от нато отказ вступать в какие-то военные союзы заключается на уровне организации объединенных наций но с их с их присутствием ставится какая-то круглая печать и так далее в общем короче украина в войне да все устали да все ищут с украинской стороны и зеленский прямо об этом говорит подходы к мирному решению к дипломатическому решению этой истории но правда заключается в том что как кажется то что предлагает путин в любых вариантах вот это не вступление в нато это единственная вещь которая вступление могла бы спасти украину на будущее то есть можно заключить какие-то там перемирия можно 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 но вот этот пункт нельзя и кстати вот в этом предложении не хочу особо о нем говорить но вот который привез колокольцев там довольно лакомые предложения там на какие-то вещи можно было согласиться но знаешь чего там нет кроме запрета украине там еще расскажу здравые вещи но например украина имеет право иметь трехсот пятидесятитысячную армию украина например имеет право иметь вооруженные силы определенные ну например сто двадцать самолетов сто двадцать самолетов это совсем неплохо трехсот пятидесятитысячная армия это тоже неплохо украина чего там она ей отдается запорожская херсонская область обратно не отдается только лугандом потому что справедливо считает путин или там его товарищи которые формировали это предложение что там будет но они это назвали геноцид потому что практически они брали в армию этих людей которые были там в донецкой луганской областях и эти люди воевали против украины поэтому они считают что украина будет с ними расправляться но это не имеет значения самое главное что и обрати внимание в этих предложениях нету ничего об а россии ну какие там не прописаны гарантии что россия не нападет да и есть ли гарантии кроме нато что россия не нападет там не написано о репарациях о выплатах за убитых за разрушение и так далее то есть я понимаю что это может быть в процессе переговоров но любые предложения российской стороны обнуляются если идет разговор что в нато нельзя это с одной стороны а с другой стороны конечно с нато сложно сейчас когда будет саммит юбилейный там собираются так сказать вместо предложения принятия что по сути не предвигает вступление на то просто предложение войти на то то что украина ждет пусть то даже будет через 150 лет там будут изобретены какие-то дополнительные плюшки и прочее прочее в общем короче говоря сложно сейчас в украине до по всей видимости ну и это известно ищут какие-то мирные пути но здесь следует вот эти попытки поиска мирных путей которых мы не знаем или мало знаем не путать с российским ипсо которая уже поет песни о том что украина и россия в пяти минутах от заключения какого-то договора ничего подобного во всяком случае сошлюсь на зеленского дело в том что зеленский издал указ и он его нарушить не может про то что запрещается украинскому президенту вести переговоры и вообще кому-либо с украины вести переговоры с путиным поэтому по всей видимости если переговоры и будут они будут идти вот так как зерновая сделка то есть будет некий посредник ну например не знаю там египет или объединенные эмираты или куэйт не имеет значения кто-то из таких кто не заинтересован или делает вид что не заинтересован который в равной степени пользуется доверием украины и россии и будет как бы договорить будут они будут посредниками с которыми будет разговаривать сначала украина с ними потом они пойдут в россию те будут разговаривать и в обратном направлении ну это меня не оскорбляет и не унижает в общем сложная история вот я сейчас с тобой разговариваю из киева у меня уже по моему если не ошибаюсь 5 воздушная тревога да там взлетает какой-то очередной миг покрутился и сел ну это вот сегодня так а тут вот удары под днепру удары ну в общем короче говоря гибнут люди в общем безумие продолжается а российские граждане ну как тебе сказать они не устали они устали от войны но не устали пользоваться благами своей родины ну вот например я сегодня прочитал что к керченскому мосту очередь уже из 800 машин но это очередь не из крыма а в крым они едут на военную территорию потому что крым как ты понимаешь это военная территория они едут отдыхать вот ну бог им судья и бог судья их жизнью потому что украина воспринимает территорию крыма естественно как свою территорию ты знаешь там происходят всякие истории в общем так вот вот это ты слышал звук сейчас я тебе скажу что это обозначает это обозначает вид бей тревоги небезпека древо 50 хвилин воздушная тревога было 50 минут ну буквально еще может быть во время нашего разговора будет новая тревога вот если говорить про украину то вот такая вот история я старался затронуть все все нюансы и детали но не влезать в то что зрителю твоему может быть не интересно за что тебе огромное спасибо вот смотри насколько вот эти предложения и вот разговоры про мир и так далее связаны с потенциальной возможностью победы трампа на нет никакой связи нет дело в том что поскольку мы не понимаем да и россия тоже они не понимают что трамп будет собой представлять и вообще будет ли он принимать участие в выборах потому что знаешь у него судебные дела поэтому нет вот это тот случай когда на кого-то там надейся на трампа надейся сам не плашай украина не боится что трамп там отменит военную помощь и так далее в то же время она боится что он отменит военную помощь россия боится что трамп как ты знаешь он сказал что если россия не пойдет на правильные переговоры то он увеличит военную помощь украине в то же время она понимает что трамп такой судорожный что сейчас он говорит одно через пять минут другое ну и кроме того ты видишь странное такое не очень хорошее выступление байдена на на вот этих вот как показе лошадей понимаешь ну да что то там такое в общем короче говоря это такая такой x формуле который очень расплывчатый поэтому нет ситуация может меняться каждую минуту и америка здесь америка здесь ни при чем продвигаются периодические нарративы по поводу того что мол невозможно вернуться границам девяносто первого года и вообще границы не имеют значения потому что границы меняются это нормально а украина вполне может быть новой южной кореи вот так вот будет 37 параллель а вот эта часть расцветет а эта часть загнется и поэтому вот будет ну это понимаешь чем дело я бы не сказал что вот продвигаются какие-то нарративы даже в украинском обществе существует такое что ну в конце концов кому нужна донецкая луганская область да подавитесь вы ею россия но существует такое еще раз повторю тебе да есть есть такая такое что вот если избавиться от всего груза и зажить мирной жизнью то то украина расцветет есть только один нюанс надо вступить в нато понимающим делом мы все время с тобой возвращаемся к этому пункту надо вступить в нато надо чтобы кто-то защищал украину и не было больше угрозы нападения на нее потому что ни одна копейка инвестиций в украину не придет если не будет понятно что на удар россии нато ответит удар понимаешь чем дело поэтому ходим по кругу как там пони движется по кругу или как вот это он не бегает по кругу до бегает вот мы не то что бегаем а мы устало ходим по кругу безусловно еще раз я не хотел бы чтобы мы только на этой теме сидели безусловно понимаешь ипсо это когда внедряется какая-то мысль которая чужда рецепиенту мысль о том что надо эту войну заканчивать что надо искать так сказать условия окончания войны и так далее так далее это не ипсо это мысль у каждого украинца есть вопрос только какой ценой не потеряли украины как таковой как субъекта не потеряли государственности не превращение ли этой страны не про не не просто украина исчезнет а появится малороссия понимаешь ну вот сегодня я читал тоже что значит путин все равно стремится занять киев сколько бы лет это у него не заняло справедлива эта мысль с одной стороны да у него народ мясо у него он может там делать но с другой стороны не может вот эти его предложения мирные они после того как украинцы активно начали использовать вооружение на территории российской федерации поэтому желание превращаются в хотелки и безусловно идет такое прощупывание условий при которых как-то можно и на что-то сесть и рыбку съесть но рыбка в данном случае нато но я думаю что ничего не получится у россиян в этом смысле понимаешь если бы было вот нато да тут же очень интересная история вот рядом с путиным появилось нового два новых государства членов нато да появились значит и он даже забрал оттуда войска потому что он понимает что финляндия и швеция не будут нападать на российскую федерацию он сейчас забрал оттуда войска практически все и вот этот ленинградский военный округ который он там собирается делать там сейчас ни одного человека потому что все побежали на херсон и на другие объекты в украине почему же он так упорно против того чтобы украина вступила в нато а потому что цель его остается старой украина должна стать частью россии она должна перестать существовать вот и все и украинцы это понимают понимаешь чем дело есть такая теория что или украина перестанет существовать или россия да нет это разговоры это разговоры я на эту тему даже не хочу говорить это это скучно зачем ему так нужно украина ну видишь ли как-то мы с тобой опять пони бегает по кругу по всей видимости об этом очень многие пишут и я с этим соглашаюсь у него есть такая ну такая палео активная российская империя восстановление палео активной российской империи не советского союза да ну вот такое и для этого нужна украина потому что если не будет украины как составной части он еще конечно хотел молдову эти у него не эти желания эти хотелки они у него не ослабились если не будет украины ну давай ею ограничимся а вообще на самом деле украины молдовы и грузии то империи империя не состоялась он собиратель земель понимающим пока что он ничего не собрал но пытается да вот бывает у человека такая шиза кровавая вот мы в ней участвуем путин собиратель земель или конструктор дел но не мучай меня ну мне путин до одного места я говорю о нем с тобой только из уважения к тебе но при этом у меня существует чувство брезгливости я в сортах дерьма копаться не хочу мне очень мне абсолютно все равно он для меня таракан понимаешь таракан который бегает по кухне какое имеет значение какой он породы я знаю что тараканы бывают разных пород какой-то там домашний кубинский и так далее все равно нужен тапок вот и все поэтому разбираться в внутренностях я могу только в том случае если его будут вскрывать понимаешь до судебный эксперт я тогда посмотрю на его кишки отсутствующие сердце и посмотрю на этот мозг который уже полмиллиона человек положил только русских давай не заставляй меня заниматься прозекторство по поводу тапка а что может быть тапком для этого таракана я уже сказал нато нато об украине а в самой россии ничего разница ничего то есть ну чисто биологической извини что нибудь в россии его биологическая смерть нет ну новая метла по-новому метет безусловно что-то изменит почему потому что путин это такой особый фрукт человек не имеющий ни сердца не я даже не знаю как он вроде не человек понимаешь потому что невозможно бесконечно лгать и видеть и иметь цель которая не имеет цели понимаешь мы сейчас же спецоперация идет по плану говорит путин а план то какой он 650 раз изменился а сейчас вот уже ищут мирные переговоры понимаешь но спецоперация идет это лгун мокрица такая это человек который спокойно смотрит как как убивают людей верности которым он клялся на российской конституции который потом извратил изнасиловал это такое такой чужой вот как фильм понимаешь это чужой это такой чужой очень похож но на самом деле есть у клиффорда саймака прекрасная писатель фантаст у него есть такой роман очень интересный который называется почти как люди там инопланетяне в виде шариков таких но они например собираются вместе превращаются в человека только этот человек такой холодный спокойный и он не потеет понимаешь да потому что человек потеет когда у него есть какой-то какая-то эмоциональная волна здесь никакой нет эмоциональной волны ну и вот так вот он рулит но другой человек это другой человек здесь конечно есть варианты есть варианты на какой-то детант и в международных отношениях есть вариант что будет какая-то оттепель но русская оптика оттепель она крайне обманно она длится не больше двух-трех лет после чего приходит опять тиран это глядя на российскую историю который мучает эту страну я понимаю что и в украине ждут чтоб кто-то табакеркой шлепнул его по башке и чтобы можно было было какой-то ну какой-то момент отдыха от путина перед тем как придет путин 2 потому что я ни в какую демократизацию россии не верю это все сказки исторический опыт показывает что это вот такая страна с этим надо смириться понимаешь это такой советский союз но с открытыми границами и вот они очень здорово это умеют делать и учли уроки демократических стран что не надо людей держать в стране зачем тот кто недоволен вали а мы придумаем законы типа иностранного агента чтоб ты сдох там лишим тебя всего но но это умение карабаса-барабаса понимаешь в театре надо менять репертуар а так это территория на которой живут люди которые не ценят и не понимают друг друга и вот сейчас новая опасность ты видишь значит полно каких-то бородатых которые заселяют россию которые правят балл ну в общем это как тебе сказать это все можно было бы очистить эти авгиевы конюшни при желании людей но в российской федерации не сформули не сформировалась нация там есть население но нации нет а население от нации отличается тем что у нации есть если можно так сказать один вектор то есть понимание идеалов которыми они стремятся при этом идеал убийство насилие грабеж и смерть не являются идеалом на этом нация не не собирается захват земель нет это вот так понимаешь поэтому тут многие рассуждают что для этого нужно чтобы россия развалилась или что-то такое как говорил остап бендер скучно девицы понимаешь мы я наблюдаю у меня есть такое правило я наблюдаю за политикой на вытянутой руке вот вот она политика вот я существует определенная дистанция как пошутил когда-то невзоров много-много лет назад он сказал что по моему так что российская политика он вообще рассматривает россию с точки зрения не какого-то аналитика с точки зрения какого-то знаешь орнитолога какого-то который наблюдает вот за вот этим вот вот за вот этим каким-то живым организмом но у нас нет другой роли поэтому будем пока жить так дальше посмотрим чтобы а вокруг путина тоже чужие я не знаю мне кажется что что они разные но они встроились более того я тебе скажу так что понимаешь путин слишком долго и если например отец против путина то сын уже встраивается в путина зарабатывает деньги и строит бизнес который по передает потом внуку который абсолютно путинский понимаешь вам дело вот вертикаль она чем страшно она страшна постоянством условий игры то есть ты понимаешь люди же умные они понимают что пробиться куда-то в современной россии путинской можно только играя по путинским правилам поэтому говорим что я своего это хорошо ну и так далее в общем всем понятно как советском союзе говорим коммунистическая партия и так далее но только сейчас коммунистическую партию заменили понимаешь поэтому путин сейчас делает страшную вещь он переводит россию на военные рельсы да у людей выросла зарплата они чрезвычайно заинтересованы потому что в военном комплексе зарплата не 20 тысяч рублей как у учителей люди теперь понимают что продвинуться он коррумпирует людей то есть есть ты убил украинца то ты получаешь деньги там есть ты погиб то дают ладу или там смешно сейчас там килограмм пельмени и суть не в этом но ты особенно это каста появилась новая каста убей украинца как крестоносцы понимаешь вот 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 это такое такое путин изобрел новую такую генерацию людей но вот действительно тут по-другому и не скажешь новая каста понимаешь это люди которые отмечены но не лили на плече как в известном романе дюма а вот такое да каста это это и на и им все но проблема то тут заключается в чем и об этом очень многие говорят западные экономисты в первую очередь дело в том что оружие она сразу тратится понимаешь то есть ты работаешь получаешь деньги за пустое место и только получаешь деньги страна ничего не получает страна получает убитого украинца но убитого украинца им невозможно построить новое предприятие за асфальтировать дорогу пишешь его можно только похоронить кроме того когда война закончится выяснится что эти предприятия никому не нужны и люди останутся без работы но путин действительно подтвердилось то что много много лет на сад сказал лёша венедиктов что путин прекрасный тактик но никакой стратег он сейчас просто живет просто убивает просто придумывает все новые и новые условия для того чтобы люди шли убивать украинцев потом они возвращаются вот эти герои своего и вот это новая опасность каждый день они кого-то насилуют убивают устраивают у них птср это никто не лечит ну в общем короче говоря древний рим понимаешь платная армия при древнем риме и конец будет такой как в древнем риме и если мы говорим что варвары почему употребляю именно это слово потому что слово варвары на самом деле это не обозначение какой-то нации это чужие то есть древние римляне когда приходили какие-то люди со стороны они на чем-то говорили но римляне воспринимали это как бар 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 понимаешь да вот такое вот и вот это вот варвары то есть другие власть в россии не передают ее подбирают ну как например у горбачева подобрал власть ельцин у ельцина подобрал власть путин это вот такая странная страна где выборы ничего не решают а власть передается поэтому любой другой человек он будет может быть каким-то ужасным человеком ужасным президентом или как они там его будут называть но я не знаю согласиться ли он вот нести всю тяжесть раздолбанной страны на себе и продолжать выкрикивать какие-то лозунги про фашистов про бандеровцев в то время как страна стагнирует возможно придут какие-то новые мысли новые идеи россияне народ послушные им что внесено в конституцию что вынесено им все равно по барабану поэтому придет другой человек посмотрим слушай ну исходя из того что ты рассказал получается что а что делать соседям россии только роб с крокодилами беденатом да и других то есть надежды на то чтобы иметь со временем меняемого соседа который не будет хотеть тебя убить уничтожить и так далее практически нет не подожди ты употребил да давай определимся со словами как говорит всегда шандерович давай определим значение слов вменяемый сосед это кто вменяемый сосед вот если расшифровать тебя до вменяемый сосед это граждане российской федерации которые не стоят на колено на коленях и не кричат путин помоги потому что война у нас забрала все обращаясь к путину который эту войну и сделал меняемый сосед это они идут на выборы и выбирают другого президента но мы с тобой знаем что этого не будет правильно поэтому ты сейчас сам того не замечая говоришь о вменяемом новом президенте но дело в том что дружба стран строится не от того что плохого лидера заменил хороший лидер а на институциях страны которые и есть гарантами того что нового нападения на украину не будет но любой другой лидер не допустит выборов когда была знаменитая вот эта вот история помнишь когда были фальсифицированы выборы во время выборов ельцина джуганов ельцин джуганов там говорилось так что если мы не не это самое то вообще придут власти к власти какие-то фашисты понимаешь ну давай скажем перед нами в течение 24 лет нетренированный народ которого приучали чтобы он сидел дома и смотрел телевизор там все расскажут ну кого он может выбрать вот смотри сегодня госпожа лепен выступила и зал взвился аплодисментами потому что она сказала мы наконец победили ну тоже ведь это женщина ну французы понимаешь так сказать это самое и вот победили эти что они сейчас будут вытворять этот как он национальный фронт уже не фронт объединения ну вот например женщина которая там вторая партия которая победила в их блоке там у нее сложная фамилия я не помню как ее фамилия партия названа по ее фамилии так вот я сейчас слышал ее выступление она говорит что войну начала нато и украине категорически нельзя помогать категорически потому что это во вред франции и так далее и так далее вот тебе понимаешь говорить о вменяемом соседе вот сейчас франция вдруг была вменяемым соседом было и вот теперь она уже невменяемый сосед понимаешь но есть гарантия что франция ни на кого не нападет потому что есть нато даже если бы она не была в нато поэтому вменяемый сосед это не один человек я бы сказал вменяемое соседство но нет никакого повода представлять себе что в россии будут подобные изменения поэтому только сила только ров с крокодилами в любом виде все равно в каком что естественно нато если нато не будет я тебе скажу так на украине можно ставить крест потому что так или иначе россия и и завои россия вернее не завоюет россию уничтожит вот и все все очень просто это и эти все перемирия передышки только для того чтобы они накопили силы очевидно да причем что интересно что мне говорили ну и украина же накопит ну бабы же украинские не успеют нарожать еще 100 миллионов человек здесь же простая арифметика не я ее придумал мой приятель политолог олег сакьян он очень смешную вещь сказал во время эфира он сказал вот в российской федерации ну будем считать просто по статистике 140 миллионов человек а в украине 40 миллионов человек он говорит вот если у украинец последний погибнет на войне и будет ноль и у них 40 миллионов погибнет то у них еще останется 100 понимаешь чем делать поэтому это как книга солженицына бодался теленок с дубом это хорошее сравнение бодался теленок с дубом тут ничего не поделать ядерная страна и понимаешь тяжелая история да слишком тяжелая история но я сейчас вынужден прийти к другой тяжелой истории то что грузия для тебя не чужая страна как минимум спрашивать тебя следил ли ты за событиями в грузии я не буду я знаю что следил ваш диагноз в грузии не все так плохо я бы сказал если руководство грузии не считать всех до последнего агентами москвы они не все до последнего агенты вот то тогда приходит простая мысль эти люди как бы по-своему считают что они спасают грузию они видят что происходит с украиной они прекрасно понимают что путину открыть второй фронт это расплюнуть я исхожу из этого я не знаю какие взаимоотношения у иванишвили с москвой от меня не касается я опять же смотрю на расстояние вытянутой руки они считают что они спасают грузию и почти откровенно об этом говорят идут не до конца не восстанавливают дипломатические отношения потому что восстановив дипломатические отношения это автоматическое признание аннексии южной осетии абхазии это было бы уже совсем как-то неправильно но они как бы смягчают ситуацию для того чтобы не стать второй украины и когда ваши руководители говорят вот эту фразу что мы не допустим украинизации грузии они имеют виду ровно это но с другой стороны это имеет свои последствия потому что они ведут себя так что их не рассматривают сейчас серьезно на то чтобы они шли в европу понимающим дело вот это вот мне кажется та ошибка которую они совершили они перегрели ситуацию потому что даже в тех предложениях которые путин всегда говорил для украины путин совершенно не возражает чтобы украина шла в европу европейское сообщество стала членами европейского сообщества естественно он не хочет форпоста нато в грузии чего хотел саакашвили и готов биться до последнего для него грузия это не самостоятельная страна а это фильм это фильм не горюй мими но это бригвадзе поющая по-русски это часть россии только говорящая на приятно винно-шашлычном хинкальном языке и он действительно может поставить на стол историю грузии которая и он употребит это слово неразрывно связано с россией это правда история любого государства который не является империи но граничит с ней это история государства друга россии особенно когда ты выполняешь поэтому думаю что с грузией будет та же история которая с украиной когда в российской федерации изменится руководство то грузия сможет себе позволить гораздо большие безопасности вторжения в нее поэтому мне кажется что конечно я понимаю грузинское руководство которое говорит что мы не допустим украинизации но к великому сожалению грузинизация грузии идет не самым лучшим образом понимаешь страна которая не имеет перспективы в своем развитии а чтобы там не говорили грузины и грузинское руководство я не знаю как они там рассказывают куда стремится грузия в европе нет ну может быть они лично будут в европе но не грузии потому что ты знаешь что грузия накануне санкций за то что вытворяет ее руководство поэтому не вдаваясь грузия это другая страна я не знаю грузинского языка грузия очень люблю ты знаешь жил в ней мы дружили и так далее сейчас грузия вот живет как живет понимаешь вот этот охранительный вот эта охранительная история чтобы не дай бог россия не начала войну и не захватила грузию за три дня а там удастся захватить за три дня ну и телевидение будет говорить что неблагодарные грузины мы им они вот такие и так далее то есть там общественное мнение защищать грузию не будет и тот человек который только что улетел из грузии нажравшись хинкали и отпившись вина и и крича боже как у вас тут хорошо скажут ну а чё они ну что им плохо с нами нет вот они там тоже фашисты и так и так далее то есть общественное мнение российское не защитит грузию это исключается она вообще не защищает никого даже себя поэтому вот что они делают то делают к этому надо относиться спокойно потому что все ждут когда сдохнет путин и когда он сдохнет будет какая-то пауза какой-то раздрызг в силовом блоке многое исчезнет денег нет в общем будет какая-то пауза во время которой вот как в 90-х появились первые миллионеры а например прибалты взяли страны балтии поэтому с грузии что-то будет слушай а пока путин сдохнет грузия не может попасть в русский мир нет а что ты имеешь ввиду как попасть в русский мир попасть в русский мир в том плане что у нас будет все как в россии закон об иностранном влиянии это тот же закон об иноагентах ну и что выборы выборы становятся чистой формальностью с нынешней избирательной комиссии очень много всего очень много таких родовых пятен российских появилась группа телемаэстро знаешь есть одна вещь которую которая хранит грузию знаешь что это грузинский язык вы говорите на непонятном россиянам языке понимаешь поэтому они не могут сказать то что они говорят про украину да мы же братья ну вы же что это за украинские так все понятно вы говорите на непонятном языке русские не воспринимают вас как свою часть но они скажут ему православные братья чего ну и что православных много сербия православная но туда же не идет путинское войско нет тебе может показаться странным то что я говорю но вот это злоба путина против злоба путина против украины она во многом это языковая модель но это же недоразумение говорит путин что вы тут придумали себе украинскую государственность а грузия всегда воспринимается как отдельная страна в отличие от украины русскими понимаешь чем дело это грузия вот это где то а украина это тут нет ситуация немножко другая грузинский язык вас спасает вот смотришь на вас вы что то там говорите и русский не понимает что вы говорите и это прежде всего для него обозначение что это другие а белоруссия погибла из-за языка и украина на грани гибели ну скажи что белоруссия отдельная страна ну русские тебе в лицо засмеются ну они же вот даже президент их разговаривает по-русски языковая модель она очень либо помогает либо вредит то что президент индии и премьер-министр индии и премьер-министр ирландии говорят на английском почему-то не смущает никого в лондоне ну ладно ну ты хочешь убедить меня что я не прав я говорю то что нет я нет я с тобой в данном случае не смотрю я просто хочу сказать что здесь индия где 250 внутренних языков и английский язык спасает когда выступает премьер-министр индии он выступает на по-английски чтобы его поняли все его поняли все да ну то же самое пакистан ну понятно пакистан это тоже та же индия но только ее мусульманская часть я тебе задам последний вопрос ты оптимист при всем при этом ну это какое-то ну странное то что ты меня спрашиваешь оптимизм в чем ну оптимизм это вера в лучшее будущее ну в этом смысле я оптимист вот я недавно анализы сдал у меня довольно хорошие показатели для моего возраста я оптимистично смотрю на это а вот с точки зрения понимаешь оптимизм или пессимизм он не носит рационального характера это вот какое-то такое ну твое понимаешь твое какое-то убеждение которое не имеет никакого отношения в жизни реальной жизни ты можешь быть оптимистом пессимистом ну что с того что я скажу например что я пессимист ты спросишь а почему и нашу передачу надо начинать сначала потому что есть Россия потому что Украину не ждут в НАТО я могу сказать что я оптимист это обозначает что не только я не вечен но и Путин не вечен и может быть хотя бы предложат нам идти в НАТО я могу быть пессимистом потому что придет Трамп и неизвестно как он поступит в то же время я могу быть оптимистом потому что он говорит что если Россия не прекратит войну то он даст в 10 раз больше вооружения Украины понимаешь это схоластика это к жизни не имеет никакого отношения я реалист и ровно так сейчас отвечал на твои вопросы за что тебе огромное спасибо большое спасибо за очень интересную беседу и большое спасибо всем нашим друзьям которые были сегодня с нами всего доброго и до новых встреч до новых до новых встреч до новых встреч о том что мы где